ТРАССА 101 Приветствую! В эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Член Общественной палаты России Дмитрий Чугунов обратился в Госдуму с предложением внести поправки в правила экзаменовки на получение водительского удостоверения категории А – мотоциклы и М – мопеды. Речь идет о том, чтобы байкеры сдавали практическую часть не только на автодроме, но и в городских условиях, как автомобилисты. По словам общественника, цитирую, «мотоцикл, мопед или скутер как средство передвижения представляет опасность как для водителя, так и для окружающих его людей и транспорта». Этот транспорт разгоняется быстрее, чем автомобиль, но при этом водитель практически не защищен. В Госдуме пообещали обсудить данный вопрос до конца июня. ТРАССА 101 Аналитическое агентство «Автостат» составило очередной рейтинг самых угоняемых в России автомобилей. Наибольшей популярностью у охотчих за чужими машинами граждан зимой и весной этого года пользовалась «Вазовская шестерка». Далее идут опять-таки толятинские «Семерка», «Четырнадцатая», «Приора» и «Девятка». Наиболее уязвимыми в этом отношении иномарками стали «Форд Фокус», «Тойота Королла» и «Мазда 3». Компания «Хёнде» представила в России обновленный i40. У модели изменился дизайн некоторых внешних элементов, появились дополнительные опции, а также новый дизельный двигатель объемом 1,7 литра, мощностью 141 лошадиная сила. Можно выбрать и бензиновый мотор объемом 1,6 либо 2 литра. Машина доступна в шести комплектациях в кузове «Седан» и в трех в кузове «Универсал». Минимальная стоимость последнего – 1 миллион 134 тысячи 900 рублей. Ценник «Седана» от 994 тысяч 900 рублей. Трасса 101. Специалисты BMW приступили к разработке четырехместного легкового гибридного автомобиля с расходом топлива всего 400 миллилитров на сотню. Если проект удастся, машина станет самой экономичной в мире. Известно, что она будет обладать зализанным кузовом с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления. Масса при этом солидная – более тонны. Как ожидается, двухцилиндровый бензиновый мотор будет использоваться только для вращения генератора. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания.